Дорогие друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим торт шоколадный бархат. Получается торт очень вкусный и готовится довольно просто. Подойдет на день рождения, день влюбленных или любой другой праздник. Сначала приготовим бисквит. В миске смешиваем 250 грамм пшеничной муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку соды. Добавляем 50 грамм темного несладкого какао. 50 грамм это примерно 4-5 столовых ложек. Все тщательно перемешиваем венчиком. Затем в миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 200 грамм сахара. Все взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса хорошо увеличилась в размерах, побелела. И теперь добавляем сюда экстракт ванили или ванильный сахар, 80 миллилитров молока комнатной температуры и 80 миллилитров растительного масла без запаха. И еще раз перемешиваем миксером. И теперь начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. Муку, какао, разрыхлитель и соду. Просеивать нужно обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. Сначала немного перемешиваем венчиком, чтобы мука никуда не разлеталась. И затем перемешиваем миксером. Вмешиваем муку частями, не всю сразу. Одновременно ставим кипятиться воду. Понадобится 150 миллилитров кипятка. И добавляем кипяток в ранее замешанную массу. Еще раз перемешиваем венчиком. Кипяток поможет растворить все кусочки, крупиночки. И также он нам заварит тесто. Вот такая консистенция должна у вас получиться. Тесто получается жидкое, но не смущайтесь, так и должно быть. Подготавливаем форму. Размер моей формы 18 см диаметром. Я ее уплотняю хорошо фольгой. Фольгу я сложила вдвое. Смазываю дно формочки растительным маслом. Перемешиваю тесто еще раз. И выливаю его в форму. Духовку уже нужно разогреть на 180 градусов. Форму немного пристукиваю, чтобы вышел лишний воздух. И отправляю запекаться тесто примерно на 40-50 минут. Чтобы шапочка не слишком сильно поднималась, я прикрываю форму фольгой. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем бисквиту немного остыть и затем достаем его из формы. Чтобы бисквит легче нарезался, я заворачиваю его в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов. А лучше на ночь. Затем достаем, убираем пищевую пленку, убираем шапочку и разрезаем бисквит на три равных коржа. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Приготовим крем. Для этого нам понадобятся сливки, сахарная пудра и творожный сыр. 200 миллилитров жирных сливок выливаем в емкость и начинаем взбивать миксером. Сливки должны быть очень хорошо охлаждены, венчики и емкость обезжирены. После того, как начинает образоваться вот такая небольшая пенка, добавляем 70 грамм сахарной пудры. Немного перемешиваем выключенным миксером и затем включаем и перемешиваем до полного загустения. Затем 300 грамм творожного сыра типа Филадельфия разминаем ложкой. Размятый творожный сыр добавляем во взбитые сливки и взбиваем все вместе до загустения и до полной однородности. Такой крем-чиз получается очень вкусный и готовится просто. Собираем торт. На подложку выкладываем первый корж. Пропитываем его пропиткой. Полное количество ингредиентов для пропитки я вам оставила в описании под видео. Устанавливаем кондитерское кольцо, выкладываем одну вторую часть крема, хорошо разравниваем и сверху выкладываем следующий корж. И второй корж также пропитываем пропиткой и смазываем второй частью крема. И выкладываем последний третий корж. Смазываем его небольшим количеством крема, немножко выравниваем, накрываем пищевой пленкой и убираем хорошо пропитаться в холодильник. И пока приготовим шоколадную глазурь. Для этого смешаем в равных количествах 100 грамм темного шоколада и 100 миллилитров жирных сливок. Растопим в микроволновой печи короткими импульсами. Затем хорошо перемешаем в центре силиконовой лопаткой до однородного состояния. Дадим остыть шоколадной глазури до комнатной температуры. Достаем торт из холодильника. Также я сделала на миксере крошку из оставшейся шапочки. Сверху торт смазываем уже остывшей шоколадной глазурью. Подравниваем торт также по бокам и присыпаем его шоколадной крошкой. Давайте же отрежем кусочек и посмотрим, какой торт у нас внутри. Получается он очень вкусный, сочный, красивый. Всем желаю приятного аппетита! Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Не забудьте поставить лайк. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!